Здравствуйте! В этом видео мы познакомимся с базовыми принципами нахождения площади фигуры, ограниченной кривой или кривыми. Будем использовать для этого определенный интеграл. И в рамках этого рассмотрим две задачи. Значит, задача первая такая. Две задачки рассмотрим. У нас есть функция y от x. y... Ой, мне не нравится синий цвет. Одну минуточку. Вот он, красненький. y равно натуральный логарифм от x. x между вот этой и этим, x равно e, x равно e в квадрате, y равно 0. То есть между этими штучками нужно найти площадь, ограниченную ими. Ну что ж, давайте приступать. Начнем мы с предварительного понимания, что происходит. Для этого схематично изобразим графику. Картиночку нарисуем. y от x. Значит, как проходит логарифм? Логарифм проходит как-то так. Он возрастает и в нуле пересекает... И в единице пересекает ось x. x равно e. Это где-то... Вот здесь вот где-то. e. Это вот такая вот прямая. Я изображу только кусочек ее. Потому что там нужно ограничивать функцию логарифма от x. А e в квадрате... Ну, это где-то... На самом деле оно дальше там. Но пусть будет здесь. Допустим, здесь не в масштабе, конечно, получилось плохо. Ну ладно. e в квадрате. Так. И между y равно нулю. То есть вот осью x. То есть вот это криволинейная трапеция. Давайте я даже выделю специальным цветом это. Ну, например, таким. Нет, плохой он сливается. Ой-ой-ой. Ну, хорошо. Так и быть. Выделю синим цветом. Вот площадь вот этой фигуры нужно найти. Значит. Хорошо. Теперь приступим к поискам. Итак, мы должны проинтегрировать функцию как раз вот эту вот. Нам под ней нужна эта площадь в пределах от e до e в квадрате. Тогда мы как раз и найдем площадь этого кусочка. То есть запишем так. Нужно, чтобы посчитать нужную нам площадь, нужно взять интеграл, во-первых, от e до e в квадрате. Функции логарифм x по x dx. Вот. Ну и все. Надо посчитать этот интеграл. Я воспользуюсь интегрированием по частям. Буду дифференцировать функцию u, равную логарифму x. А интегрировать буду функцию v такую. 1 dx. Тогда у меня v равно x. А du это 1 на x dx. Вот. Вот так вот получается. Значит, теперь интегрируем по частям. Перемножаем сначала u на v. Итак, перемножаем u на v. Это будет логарифм x на x. В пределах от e до e в квадрате. Потом ее знак минус. Интеграл от e до e в квадрате. И вместо этого будет 1 dx. Вот. И теперь разделаемся с этим интегралом уже окончательно. Подставляем вот сюда пределы интегрирования. Если логарифм e в квадрате взять, то получится просто 2. И умножить на e в квадрате. То есть будет 2e в квадрате. Потом подставляем e. Логарифм от e это единица умножить на e. Это e. Плюс e. Дальше минус интеграл. Этот интеграл это как... Ну, хорошо, подробно запишем. Минус интеграл от 1 до x. Это будет x в пределах от e до e в квадрате. Ну, и теперь окончательно сочетаем 2e в квадрате плюс e. И здесь будет минус e в квадрате. Минус минус e. То есть плюс e. Ой, что-то не так сейчас. Сейчас. Одну минуточку. Ах, вот в чем дело. Закрылась ошибка. Я здесь прибавлял, а не вычитал. Как печально. У меня здесь ошибочка закралась. Здесь нужно вычитать e. Вот. И теперь будет все верно. А здесь будет минус x в пределах от e до e в квадрате. Да, будет 2e в квадрате минус e. Минус e в квадрате плюс e. Вот. Теперь все хорошо. Это будет e в квадрате. Вот так мы нашли площадь нашей вот этой синенькой штучки. Это вот у нее площадь. Это e в квадрате. Это e в квадрате. Вот. Отлично. Ну и решим еще примерчик. Нахождение площади. Вот у нас будут две такие кривые параболы. y в квадрате равно 4x. И x в квадрате равно 4y. Опять-таки давайте попробуем это как-то изобразить. x в квадрате равно 4y. Посмотрим на это. Перепишем, во-первых, эти два уравнения так. Значит, первое. Учитывая то, что мы будем рассматривать x больше нуля, сейчас я скажу почему. Смотрите. Это две вот таких параболы. Понятное дело. В нуле 0. Плохо нарисовано. О, теперь хорошо. Вот одна парабола. И вот. Очень похожая на нее. Вот такая другая. Их область пересечения. Это будет вот здесь вот штучечка. Вот такая синенькая. Значит. Если решить систему уравнений y в квадрате равно 4x и x в квадрате равно 4y, то получим точки пересечения. Это либо x равно 0, y равно 0, то есть точка 0, 0. Вот она. Либо x равно 4, y равно 4. Это вот это. 4, 4. Вот. Мы будем рассматривать то есть x, которые всегда положительные. Значит, первое можно переписать как y равно 2 корня из x. Это вот это верхнее. 2 корня из x. А вот эту можно сразу же переписать как 1 четвертая x в квадрате. Вот. Ух ты ж. Здесь можно рисовать эти штучки такие. Классно. 1 четвертая x в квадрате. 1 четвертая. 1 четвертая x в квадрате. Вот между этими. Значит, нужно из верхнего, вот на промежутке 0, 4, из верхнего вычесть нижнее и взять интеграл. От 0 получается до 4. То есть верхняя у нас это 2 корня из x. Вычитаем 1 четвертую x в квадрате или x в квадрате на 4. И берем интеграл от 0 до 4. Нам нужно узнать площадь. Так. И это будет площади. Равно как раз нашей. Ну все. Берем интеграл. Разобьем на 2 интеграла. От 0 до 4. Двойку вынесем. Корень из x до x. x минус интеграл от 0 до 4. 1 четвертая. x квадрат dx. Вот. И здесь будет 2 умножить на... Здесь было x в степени 1 и 2. Значит, когда берем интеграл, будет x в степени 3 вторых. Корень квадратный из x в кубе. Делить на 3 вторых. На 3 вторых. В пределах от 0 до 4. Потом идет зачок минус. 1 четвертая. И здесь будет x в кубе на 3. x в кубе на 3. Тоже от 0 до 4. Ну, осталось всего лишь это быстренько посчитать. Значит, будет 2 на 2 4. Делить на 3 будет сначала 4 третьих. Подставляем четверку под корень кубический. Будет 4 корня из 4 или 4 на 2. То есть, 8. 8. Ну, а если 0 подставлять, то будет 0. Значит, 8. И потом минус. А здесь будет 1 двенадцатая. Ой. 1 двенадцатая. Опять 4 подставляем. В кубе будет... Ой-ой-ой-ой. 64. Да. 64. Ну, а здесь 0 подставить будет тоже 0. Все. Теперь осталось вот это посчитать. Будет 32... 32 третьих. Минус. Делим на 4. Все. 3. А это делим на 4 шестнадцатых. 16 третьих. Ну, и все будет 16 третьих. Это ответ. Площадь найдена. Вот. Так. Ну, посчитали. Собственно, вот такие незамысловатые приемы нахождения площади. Нужно просто смотреть, откуда, докуда интегрируем. И... И когда мы поняли, откуда, докуда, смотреть, какую функцию мы будем интегрировать. И если у нас две, то мы из верхнего вычитаем нижнее. На данном промежутке, конечно же. Вот. И мы получаем площадь. Так. Спасибо за внимание. Надеюсь, что теперь проблем с простейшими примерами нахождения площади возникать не должно. Здесь вроде бы все кристально чисто. И если вы обладаете навыками вычисления самых простых интегралов, то этого вам вполне хватит, чтобы решать вот такие примеры на вычисление площадей функций. Под функциями. Под графиками, точнее. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...